Божаю здоровья, шановные украинцы и украинки. Коротко про... Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Кратко об этом дне. Первое. Я хочу отметить всех наших защитников неба, которые каждую ночь сбивают шахеды. В этом году почти каждая ночь, иногда утро и день – угроза шахедов. Ударных дронов, которые России дал Иран. И которые стали одним из основных орудий российского террора против Украины. И которые, к сожалению, россияне и иранцы усовершенствуют. Мы всегда говорили партнерам, что нужно быть более решительными в противодействии таким преступным альянсам. Только на этой неделе, с понедельника по сегодня, каждые сутки – шахеды. За одни сутки, 18 октября, было 129 таких дронов. В целом же, с начала этого года Россия применила уже более 6 130 шахедов. Значительную часть наши воины сбивают, много помогает РЭП, но не во всем. И именно поэтому требуется большее давление на российскую уже способность производить такое оружие. Нужна возможность уничтожать и базы хранения шахедов, и всю инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира. Также и сейчас новая угроза – преступный союз России и Северной Кореи. Я благодарен тем лидерам и представителям государств, которые не закрывают глаза и говорят откровенно об этом сотрудничестве ради большей войны. О снабжении оружия из Северной Кореи в Россию. О том, чем россияне могут отплатить Пхеньяну за эту помощь. К сожалению, нестабильности и угроз может стать значительно больше после того, как Северная Корея будет учиться современной войне. Сейчас у нас есть четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ждем нормальной, честной, сильной реакции партнеров на это. Фактически, это вступление еще одного государства в войну против Украины. У всех есть возможность увидеть доказательства и благодаря спутникам, и благодаря видео, которое уже приходит из России. Надо заниматься этим, реагировать, противодействовать, и нельзя давать злу вырасти. Если мир будет молчать сейчас, и если нам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от шахедов, то это точно никому в мире не пойдет на пользу и только продлит эту войну. Войну, которая должна быть завершена справедливо и как можно скорее. И еще одно. За эту неделю у нас есть поддержка от партнеров по плану Победы. Спасибо Франции, Литве, нашим партнерам, нашим Нордикам и многим другим нашим союзникам в Евросоюзе. Есть очень хорошие сигналы от Соединенных Штатов. Мы слышим уже риторику ее изменения. Мы ожидаем приезда команды из Вашингтона, чтобы на всех рабочих уровнях работать по пунктам плана Победы. Договорились относительно нескольких новых пакетов поддержки, и оборонной поддержки, и энергетической поддержки. И это дается нам очень непросто. Но по-другому врага не победить. И я благодарю всех, кто помогает. И нам нужно работать только вместе, только в единстве. Чтобы для нас всех был результат. Для всей Украины. Но пока это происходит, к сожалению, в тылу, здесь, в Украине, случаются вещи, с которыми никаких врагов не нужно. Это реальный внутренний враг. То, что происходит с МСЭК, медико-социальными экспертными комиссиями, и наглостью людей, в частности, прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформили себе фальшивые инвалидности. Я жду от правоохранителей, в частности, прежде всего, СБУ, ДБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых, жестких решений. Назначил СНБО. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!